Рекламно-информационная программа Крупный план В эфире программа Крупный план. У микрофона работает Светлана Занько. И у нас в гостях Роман Джапаридзе, заместитель директора группы компании «Нефросовет Румет». Роман, добрый день. Здравствуйте. И Сергей Смирнов, главный врач кировского филиала компании «Нефросовет Румет». Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот уже шесть месяцев идут судебные разбирательства в кировских судах по взаимодействию компании «Нефросовет Румет» с правительствами, я так понимаю, Кировской области, конкретно с Министерством здравоохранения. И уже шесть месяцев ограничена работа клиники «Нефросовет Румет» в Кирове. Напоминаю, что она располагается в пятом корпусе областной больницы. Здесь, на улице Воровского, поликлиника, которая была полностью подготовлена к открытию в сентябре 2017 года, пока еще закрыта. Оказываются только услуги, поправьте меня, если я не права, которые оказывались уже в течение нескольких лет, как раз в сфере нефрологии. Давайте мы сейчас посмотрим, каковы промежуточные итоги судебных разбирательств, и в чем, напомним, заключается конфликт интересов. Светлана, немножко поправлю. Дело в том, что судебные разбирательства у нас уже более года продолжаются. Это разбирательство касается самого здания. Именно когда областная больница приняла решение расторгнуть с нами контракт и передать весь ремонт, все эти неотделимые улучшения в их пользу. Это где-то уже год ровно мы судились по этому направлению. Параллельно у нас еще порядка шести судов идут по объему медицинской помощи, по лицензированию и по всяким разным моментам, которые область, в принципе, чинит препятствия по тем или иным направлениям нам. Поэтому здесь, в принципе, если говорить крупным планом, то это все-таки где-то порядка полутора лет мы уже воюем. Воюем за то, чтобы оказывать медицинскую помощь в рамках правового поля на территории Кировской области. Воюем за то, чтобы пациенты, жители области смогли получать качественную медицинскую помощь у нас абсолютно бесплатно по полю СУМС. И просто воюем за то, чтобы действительно нам дали спокойно работать. И в настоящее время все суды, которые мы так или иначе инициировали, либо инициировали наши оппоненты, мы выиграли. То есть это... Оппонент Минздрав. Ну, здесь не только Минздрав. Здесь и Кировская областная клиническая больница, и комиссия по разработке территориальной программы ОМС. Это комиссия по распределению объемов при правительстве области. То есть у нас вот несколько вот таких вот «партнеров», в кавычках, которые когда-то были нашими партнерами, действительно, когда мы подписывали соглашение о сотрудничестве. А теперь вдруг... В 2012. Да, в 2012 году. Ну и в 2015, когда нам передали весь этот корпус под капитальный ремонт. Вот тогда мы были друзьями, тогда мы были компаньонами, добросовестными партнерами. Но потом все изменилось, и мы имеем то, что имеем. То есть на сегодняшний день решение сюда в нашу пользу. Кировский областной арбитражный суд принял решение не расторгать контракт. И все те решения по объемам, то есть по выделению нам нулевых объемов медицинской помощи, по учению препятствий в лицензировании и так далее. И все это благополучно завершилось в нашу пользу. Решением Кировского областного арбитражного суда. Давайте по частям разберем все-таки эти решения, потому что вы перечислили сразу несколько направлений, по которым идут судебные разбирательства. Итак, областная больница с вами в судах разбиралась с пятым корпусом областной больницы, в которую вы вложили, насколько я помню, несколько сот миллионов рублей. И для того, чтобы полностью ее отреставрировать и для того, чтобы она была пригодна для оказания медицинской помощи. Суд что решил в этом споре? Что присудил и кому? Суд присудил... Это областная больница и компания нефросоветовая? Да, областная больница подала к нам иск в расторжении контракта, и контракт на 20-летний период, который был заключен в 2015 году. И хотели, чтобы весь ремонт, который мы сделали, был, соответственно, вместе с корпусом им возвращен обратно. Так вот, суд просто признал требования незаконными и необоснованными. Все те доводы, которые они указывали в исковом заявлении, суд счел недоказанными, необоснованными и, по сути, им отказал в иске. Это значит, что вы имеете право арендовать этот корпус до 1935 года? Да. А на каких основаниях вы арендуете? Ну, вот не на каких основаниях, на каких условиях? Безвозмездное пользование. Договор безвозмездного пользования был передан нам на этих условиях, потому что мы вложили большие денежные средства. И, в принципе, то состояние объекта, которое было на момент 2015 года, оно, в принципе, очень мало походило на что-то пригодное под здание. Это просто было полуразрушенное помещение. И проводить лечение, и как-то его использовать не представлялось никакой возможности. Вы знаете реакцию своих оппонентов, именно областную больницу, на это решение суда? Ну, как мы видели, конечно, мы в суде, когда заслушивали решение суда, мы видели их, ну, может быть, печальные лица, но это и понятно, да, потому что мы целый год судились, и, ну, конечно же, определенная доля пессимизма есть, но, тем не менее, мы знаем, что на этом они не остановились, хотя, в принципе, мы готовы были на этом этапе забыть этот конфликт и дальше просто продолжить совместную работу спокойно, без апелляций, без вот этого вот второго витка конфликта. Но, тем не менее, наши партнеры не пошли на это, они решили продолжить наступление. Да, они подали апелляционную жалобу, и еще не назначено дело, но дело будет пересматриваться. А можно у вас поинтересоваться, каковы затраты на судебное разбирательство вот по этому вопросу? Вы знаете, затраты настолько большие, что мы в какой-то период времени просто перестали их считать, потому что это полтора почти года, да, предсудебной работы и судебной, это заключение контракта с юридической компанией, это командировки, это и транспортные расходы. Мы, естественно, потом это все взыщем в судебном порядке, потому что... Но речь идет о миллионах или о тысячах, десятках тысяч? Я не знаю, Светлана, сложно сказать, но явно это не десятки тысяч, это сотни тысяч, может быть, скорее даже уже и больше. Перспективы ваши, юристы как оценивают ваши позиции по апелляции? Вы знаете, ну мы, в принципе, всегда оптимистично были настроены, и слава богу, Кировский арбитражный суд не подвел нас, да, действительно, мы рассчитывали на справедливое решение, потому что ситуация действительно очень на поверхности лежит, да, то есть действительно видно то, что мы добросовестно исполняли свои обязанности, и просто кто-то вдруг взял и решил поменять общий концепт подхода, но это так не делается, да, то есть обязательно должны исполняться. Если вы подписали контракт на 20-летний период, если мы все делаем по закону, то почему вдруг вот так все поворачивается? Поэтому мы, в принципе, разделяем подход арбитражного суда Кировской области, надеемся, что и апелляционная инстанция также оставит данное решение в силе. Напоминаю, что это программа «Крупный план», и мы общаемся с представителями компанией «Нефросовет Румет», Роман Джапаридзе и Сергей Смирнов у нас в студии. Следующий вопрос, который вы упомянули, по которому идут разбирательства, это объемы выделяемых средств или квот по ОМС от Медицинского фонда страхования. Это, собственно говоря, те услуги, которые могут граждане приобретать по вот этому полису, в частности, в вашей клинике, если бы вы эти объемы получали. Куда вы обращались с жалобой? И это тоже судебные были разбирательства? Или на каком-то другом уровне, в другой инстанции разбирались? Нет, к сожалению, у нас другого пути нет. Мы видели явно неправомерное решение территориальной комиссии по распределению объемов, которого возглавляет Дмитрий Александрович Курдюмов. В состав комиссии входит и директор департамента здравоохранения, и директор территориального фонда ОМС, представитель страховых медицинских компаний. То есть, видя вот это заведомо неправомерное решение, которое либо, а, уменьшает нам объем медицинской помощи, если мы говорим про нефросовет, компанию, которая оказывает гемодиализ, и, б, это когда они, компания Румет, тоже входящая в холдинг, выдают просто нулевые объемы. Нулевые объемы – это что такое? То есть они, по сути, не дают нам ноль процедур, ноль медицинских манипуляций. То есть мы не можем заключить контракты со страховыми, просто не можем оказывать медицинские услуги по ОМС. Нам никто их не возместит из фонда. Напомните, на какие объемы ОМС вы рассчитывали в своей работе? Ну, если говорить по нефросовету, по гемодиализу, мы рассчитывали порядка 40 тысяч процедур гемодиализа в год. Нам выдавали, это не что мы рассчитывали, такая наша потребность, столько у нас пациентов, что меньше им дать просто невозможно. Нам выдавали 26 тысяч. Что касается Румеда, то мы подавали хотя бы на какие-то объемы, чтобы нам выдали. Мы вообще не рассчитывали, что нам выдадут ноль. То есть, по сути, медицинская организация, которая работает, имеет лицензию, она вправе рассчитывать на выделение ей объема медицинской помощи, чтобы она хотя бы могла договор со страховыми заключить и потенциально принимать пациентов по полюсу ОМС. Давайте напомню нашим слушателям, у нас уже не первая программа выходит, что кроме услуг по гемодиализу, которые компания оказывала и оказывает в нашем регионе, вами была полностью оборудована многофункциональная поликлиника в том же пятом корпусе, вами же отреставрированном, которая могла бы оказывать медицинскую помощь в различных совершенно сферах, начиная от хирургии, заканчивая кардиологией и так далее. И стационар, и анимационная, и операционная. И вот по этим услугам, которые у вас лицензированы, вы не можете получить на данный момент объемы по ОМС, а это значит, что к вам не могут прийти пациенты и воспользоваться этими услугами. Но вы говорите, что совершенно неожиданно, мы не ожидали, что такое будет. Вы считаете, что это неоправданные действия со стороны, в том числе комиссии, которая выделяет квоты, которую возглавляет заместитель и председатель правительства Дмитрий Курдюмов. А что считает на самом деле, ведь если у вас есть спор, то какая-то обоснованная позиция есть со стороны названных вами оппонентов? Ну, вы знаете, они свою позицию озвучивают активно в суде, но, тем не менее, суд стал также в нашу сторону. На чем основывается эта позиция? Позиция на том, что якобы вся медицинская помощь в субъекте уже распределена, и потребностей застрахованных лиц в данной медицинской манипуляции нет. Нет. Соответственно, мы это протестовали в суде. Судья принял решение в нашу пользу. Есть, соответственно, судебный акт, который говорит о том, что данное решение комиссии незаконно. Уфа с Кировской области выдает предписание комиссии, которое говорит, что данное решение незаконно. Что делает комиссия? Буквально через неделю выносит абсолютно точно такое же решение. Опять по нолям. Я пока не видела в открытых источниках, в прессе, чтобы где-то была озвучена эта позиция комиссии. Она есть в интернете. Вот Сергей точно скажет, где она размещена. На сайте директориального фонда ОМС в нормативных документах. И на сайте арбитражного суда вы увидите решение. Я могу вам скинуть номер дела, вы посмотрите решение суда относительно этого. Я к тому, что представители комиссии активно в прессе не освещают эту позицию. Они не пытаются как-то противостоять вашей позиции. Пусть придут в эту студию с удовольствием послушаем их позиции. Хотелось бы, да, хотелось бы, конечно же, услышать, что вот сейчас, вы говорите, УФАС принял решение, суд принял решение, комиссия, тем не менее, с ней не согласна. И по-прежнему решение своего не отменяет. Какие-то последствия вот такого конфликта будут? Ну, мы инициировали сейчас обращение в прокуратуру, потому что это явно нарушение действующего законодательства, когда комиссия не принимает во внимание нерешение суда. То есть судимое решение выносится именем Российской Федерации, да, то есть, можно сказать, всего многостанального народа. И УФАС Кировской области тоже отвечает за наличие здоровой конкуренции в субъекте, вынося такое решение, по сути, комиссия ни во что не ставит решение суда и ни во что не ставит мнение антимонопольного органа, который отвечает за развитие вот такой здоровой конкуренции. То есть, выдавая нам ноль, это, по сути, нас ограничивают в возможностях оказания медицинской помощи. Поэтому последствия здесь, ну, наверное, пусть решаются правоохранительные органы и надзорные органы, которые должны и обязаны привлекать к ответственности за такие вот непопулярные решения. Ну, возможно, с точки зрения комиссии это решение как раз популярное, но мы не можем об этом сказать, поскольку, честно говоря, комиссия не приходит и не освещает свою позицию. Но мы обязательно пошлем запрос и пригласим сюда в студию для того, чтобы они имели возможность высказаться по этому поводу тоже. Третий аспект, о котором вы говорили, это лицензирование медицинских услуг. Некоторые услуги у вас уже лицензированы. По одной из них, еще раз, по гемодиализу вы можете оказывать сейчас услуги, по другим нет. А проблема в чем заключается? Проблема, даже не проблема, а, наверное, вот то препятствие, то есть чинение этих препятствий к нормальному лицензированию было вызвано тем, что Департамент здравоохранения, приняв наши документы, начал цепляться за положение договора. И выкрутил ряд положений договора таким образом, что якобы он на основании этих фраз не может выйти на объект и дальше осуществлять полноценные лицензированные медицинские деятельности. Уже на этом этапе. То есть это даже не было выхода на объект, не было сравнения оборудования специалистов, как это обычно делается. Мы это все дело, естественно, обжаловали в суде, и судья обязал в судебном заседании их отказаться от вот такой тарктовки и все-таки сделать выездную проверку и начать процедуру лицензирования. Это случилось? Да, это случилось. Они действительно вот на днях... Закончили выездную проверку. Да, закончили выездную проверку, и мы ждем лицензии. Ари, подождите, вы ждете лицензии, потому что уверены, что выездная проверка обнаружила, что у вас все в порядке, вы можете лицензироваться, или вы еще не знаете, на самом деле, решение этой выездной комиссии? Сегодня должно быть вынесено решение комиссии. Сегодня это 20 июня, когда мы записываем эту программу. Вы еще его не видели? Нет. Решение комиссии. То есть мы не знаем, вы не знаете. Мы узнаем завтра. И мы не знаем, лицензируется или нет. То есть, может быть, к моменту выхода этой программы будет уже известно. Да, но опять-таки, Светлана, если мы даже залицензируемся сейчас без объемов медицинской помощи, мы не сможем оказывать услуги. Нам просто никто не возместит, с нами страховые не заключают договор. То есть, имея даже лицензию по всем видам деятельности, требуемым, начать работу в системе ОМС, к сожалению, сейчас не представляется возможным, пока комиссия не пересмотрит свое отношение к нам. А почему компания Нефросовет Румет так сражается за квоты по ОМС? Почему бы вам не представлять платные просто услуги и забыть про фонд ОМС? Дело в том, что, во-первых, у нас в контракте прописано то, что мы должны выполнять медицинскую помощь в рамках ОМС. Во-вторых, в институционном контракте с больницей. Во-вторых, наша позиция по реализации вот такого рода государственно-частных проектов именно в том, что мы оказываем бесплатную медицинскую помощь для населения за счет средств ОМС. И все наши отношения направлены на то, чтобы принимать людей по полису. То есть мы не оказываем ни в одном медицинском центре нашем, а их порядка 30 в 10 субъектах платных медицинских услуг. Поэтому, да и в принципе здесь их не может быть еще и потому, что объект передан нам в безвозмездное пользование, а объект это государственная собственность. Если мы сейчас начнем оказывать платные медицинские услуги на государственном объекте, нас не поймут. Поэтому мы этого не делаем. Вы говорите, что у вас больше 30 клиник в 10 субъектах Российской Федерации и везде вы работаете по ОМС. Там конфликта интересов с местными властями, с фондами, с комиссиями по ОМС нет или есть? Нет. Вот в таком формате, в таком виде, в котором это происходит на территории Кировской области, у нас нет. У нас в принципе по всем нашим субъектам, где мы работаем, есть понимание, есть, конечно, бывают какие-то моменты. Роман, хочется просто разобраться. Это вообще российская тенденция, когда ограничивается квота по ОМС или какая-то наша особенность? Это все-таки скорее особенность, потому что в данном случае во всех субъектах, где мы работаем, у нас все, слава богу, тихо и спокойно. Посмотрите, у вас уже полтора года идут суды, а особо интенсивно в последние полгода, потому что вы не можете запустить многофункциональную клинику. И, насколько я помню, последний суд в мае месяце прошел, и вы брали паузу. Вот сейчас уже 20 июня, вы взяли паузу для чего? Почему вы сразу не выносили эту информацию? Паузу какую мы брали, я не совсем понимаю. Ну, если вы в мае пошли последние суды, то вот вы как-то активно снова стали озвучивать свою позицию того, что никак не получается решить эти вопросы сейчас. Я вас понял, это, скорее всего, пауза имеется в виду, которую судья дал для заключения какого-то мирового соглашения. Да, мы пытались найти все-таки взаимопонимание, мы пытались предложить совместно использовать данный объект. В чем эти попытки заключались? Ну, это на уровне просто переписки, то есть мы писали наши условия в виде несовместного использования проекта, да, то есть они озвучивали свои. Но все-таки мы никак не сошлись, никакому консенсусу не пришли, и поэтому вот эта пауза, в принципе, так и завершилась ничем. Хоть какие-то встречные шаги для того, чтобы учесть в том числе интересы вашей компании, делали перечисленные вами структуры? Ну, как, знаете, там было, скажем так, в ультимативной форме высказано, вы нам передайте, как там Сергей изучал, первый и третий этаж корпуса, а сами работайте на втором. Там, где как раз гемодиализм находится. Да, ну, скажем так, нас это не устроило, потому что все-таки мы понесли огромные инвестиции в проект, да, и вот так вот взять и передать больше половины здания в пользование, хотя и собственника, но ремонтом-то будут пользоваться они, не отделимые улучшениями, так называемые. Поэтому мы предложили совместно использовать ряд помещений того же первого и третьего этажа. В ответ нам сказали, что нас такое не устраивается. Ну, и на это все закончилось. Опять же, не можем мы сейчас осветить позицию по этому вопросу Минздрава и правительства Кировской области, но мы постараемся ее, эту позицию узнать в ближайшее время и, по крайней мере, точно предоставляем возможность, вот сейчас в эфире предоставляем возможность чиновникам высказаться по этому поводу, что было бы правильным с нашей точки зрения. Давайте мы расскажем о том, как сейчас функционирует все-таки то, что есть в пятом корпусе областной больницы, то, что под вашим управлением. Сергей находится, напоминаю, Сергей Смирнов, главный врач Кировского филиала клиники Нефросовет Румет. Еще раз добрый день. На территории пятого корпуса, вот как и в предыдущие годы, продолжается оказание медицинской помощи по профилю нефрологии, а именно заместительной пучной терапии методом гемодиализа. Несмотря на то, что объемы, как правильно сказал Роман, выделяются на год в уменьшенном количестве, мы не можем ни в коем образом отказать тем пациентам, которые обращались и в настоящее время приходят к нам на лечение, в том числе и из других медицинских организаций. Мы им ни в коем образом не отказываем. И все те стандарты, которые необходимы для проведения медицинских процедур, мы выполняем в полном объеме. Дополнительно к этому, при полном отсутствии объемов, мы осуществляем медицинскую помощь в рамках дневного стационара, обеспечивая пациентов лекарственными препаратами. То есть вы за счет компании это осуществляете? Да, за счет компании, в связи с отсутствием объемов, но при острой необходимости этих пациентов в препаратах. Без них у них шансов на долгую, полноценную жизнь, шансы сокращаются. Конечно, с необходимостью выделения объемов мы также неоднократно обращались в территориальную комиссию, но получали отказы. Это по гемодиализу? Да, несмотря на то, что у нас есть соглашение с пациентами о том, что они обратились в нашу медицинскую организацию и хотят у нас получать медицинскую помощь. О которых мы, эти документы мы предоставляли в фонду МС, говорили об этом в страховые компании. Несмотря даже на это, то, что пациенты существуют, они получают медицинскую помощь, отказать мы им не можем. Нам отказывают с формулировкой. Все объемы распределены. Медицинской помощи никто, грубо говоря, не нуждается. Вот эти пациенты, которые у вас остаются, которые вы за свой счет сейчас обеспечиваете услугами гемодиализа, они имеют возможность перейти в гемодиализ, например, областной больницы или каких-то других отделений? Какие пациенты других стационаров могут, что они, собственно говоря, и делают, могут перейти к нам? То есть это, как говорится, пациенты голосуют по лесу. Я просто хочу понять, вы довольно открыто всегда рассказываете о том конфликте, который происходит у вас в комиссии ОМС. И, тем не менее, и сейчас говорите, что вы сами за свой счет обеспечиваете некоторые квоты по лекарствам в этой сфере, в гемодиализе своих пациентов. Пациенты слышат и знают эту позицию. Они не переживают, не переходят в областную больницу или переходят уже, потому что опасаются, что клиника не сможет им давать полноценную помощь. Больше года назад опасения у пациентов, конечно, были, но в настоящее время видят то, что вне зависимости ни от каких условий качество медицинской помощи остается всегда на высоком уровне. Когда они обеспечены всем необходимым, то помимо разговоров о том, что когда мы вас поддерживаем, никаких, собственно говоря, со стороны пациентов не происходит перемещений. Я просто, у меня не стыкуются некоторые вещи. Если фонд ОМС заявляет, что все квоты, комиссия по фонду заявляет, что все квоты распределены, они ведь должны быть выбраны. Это значит, что на них есть все пациенты. И в то же время остается немалое количество пациентов у вас в клинике, которые обслуживаются за счет вашей клиники. И мы потом через суд вынуждены выбивать вот эти все денежные средства, которые мы потратили, по сути, на проведение процедуры. То есть, ну это просто занимает время. Поэтому абсолютно недопустимо, чтобы медицинской помощи не было оказано всем обратившимся. Мы это делаем, будем продолжать это делать. Но просто фактически, косвенно комиссия, по сути, расписывается в том, что ряду пациентов она просто не оплатит. То есть, их нет. Им не нужны эти процедуры формально. То есть, вот так вот, если абстрагироваться от ситуации, пришел пациент, оказали ему услугу, он ушел. То есть, комиссия просто-напросто говорит, что согласно выделенных средств, достаточно двухразового диализова в неделю, а не трехразового. Вот так это получается, так это выглядит. Естественно, мы такое допустить не можем. Пациент выбрал нас, он приходит к нам, мы оказываем медпомощь. И потом, через полгода, год, мы возвращаем эти средства ОМС через суды. Юлица работают. Через суды. И такая практика, она существует не только в вашей клинике, я знаю. Это же в России. Многие клиники, в том числе и государственные клиники с этим сталкиваются. Когда приезжают из других регионов, например, пациенты по ОМС обслуживаются, и потом приходится возвращать эти деньги. Мы здесь, Светлана, говорим больше про тот объем, который вынуждает. Да, бывает, конечно, где-то просчитались, где-то недосчитали. Но явного вот такого вот злонамеренного блокирования нашей деятельности, как здесь, мы не встречали нигде. Потому что, вот Сергей не даст соврать, значит, в областной больнице у нас порядка 80 пациентов, у нас 200 человек. Объем медицинской помощи выделяется поровну. Как так? Да, то есть, если там меньше этих пациентов, то и процедура должна быть меньше. А выделяются одинаково. Соответственно, они не выбирают весь объем, а мы, наоборот, его превышаем, но деньги потом нам никто не перераспределяет. Никто потом не говорит, что, извините, областная больница получила больше объема, а вам же не додали, давайте перераспределим вам. Нет, этого не делается. Соврать не дам, поэтому поправлю. У нас 240 пациентов, и ситуация такова, что если комиссия видит, что пациент ушел из одной поликлиники в другую, из одного стационара в другой, мы их уведомляем ежемесячно об этом и просим взглянуть на ситуацию, перераспределив объемы. И получаем полное бездействие комиссии. То есть, в начале года заведомо одной больнице выделяют объемов значительно больше, нежели они могут выполнить, другой выделяют значительно меньше. И в процессе года, для чего и существует, собственно говоря, комиссия, в ее положении написано о том, что одной из основных ее функций является перераспределение объемов, эту функцию она не выполняет. Умышленно, неумышленно. Остается только догадываться. Догадываться, потому что нас в известности не ставят. Вы сказали, что пойдете с этим вопросом в прокуратуру. Да, мы же написали обращение именно на то, что, по сути, идет невыполнение решения суда и игнорирование предупреждений УФАС. В случае, да, пожалуйста, Сергей, допустим. Можно еще дополнить, пока не забыли. Суть всей этой проблемы всем ясна, в том числе и пациентам. Но, несмотря на это, еще раз повторю, все пациенты, которые к нам приходят, мы никому не отказываем. Все получают помощь в полном объеме. И уверенность наших пациентов в завтрашнем дне позволяет приходить к нам новым пациентам. Даже сейчас. И сейчас приходят новые. При знании всей этой ситуации, да, возникают вопросы. Люди приходят, вот буквально вчера, да, три человека обрисовали ситуацию, озадачены всей этой проблемой. Я говорю, хорошо, вот поговорите с нашими постоянными пациентами. Проблем у них никаких нет. Поговорили, да, мы все разобрались. Возможно, перейдем. Да, расскажите, пожалуйста, коллеги, если вы достигнете договоренности со всеми перечисленными структурами. И по зданию, и по ОМС, и по лицензированию. Какие варианты работы клиники тогда возможны? Ну, в данном случае мы говорим о полном функционировании данного здания. Потому что 4,5 тысячи квадратных метров мы создавали именно для того, чтобы этот объект работал на благо жителей Кировской области. И по сути в контракте у нас перечислены следующие профили. Это нефрология, по которым уже ведется работа, эндокринология, урология, сердечно-сосудистая хирургия, анестезиология, реметология, поликлиника. Вот эти вот услуги, вот эти направления, виды медицинской помощи мы планируем оказывать. Если все вот эти вот моменты, о которых вы сказали, объемы, лицензирование и само здание, конечно же, будет оставлено в покое. То есть нам просто надо не мешать, не ставить палки в колеса. Дальше мы согласно законодательству, согласно общепринятым принципам и нормам закона мы все сделаем. Спасибо. В программе «Крупный план» сегодня были Роман Джапаридзе, заместитель директора группы компании «Нефросовет Румет» и Сергей Смирнов, главный врач Кировской филиала клиники «Нефросовет Румет». У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня.